Всем привет дорогие друзья! И что-то я стал частенько замечать комментарии по поводу моих названий для роликов, мол они странные или может даже вообще кажутся ненормальными. И не поймите меня неправильно, просто на придумывание названий у меня остается минимальное количество времени, поэтому то что приходит первое мне в голову я и ставлю. А когда в самом аниме еще происходит абсурд, когда в нем смешивают все и сразу, придумывают какого-то парня с читами, духи, магии, бесконечные интриги, то на свет и появляются подобные видосы как в этот раз. Представляю вам аниме под названием Макчитер из другого мира. Но перед тем как мы получим чит способности, я хочу попросить вас сделать для меня уже по традиции три одолжения. Первое, поставить лайк под роликом, второе, подписаться на канал и третье, перейти ко мне в телеграм, ведь как я часто повторяюсь, тебе просто мне приятно. Приготовься и погнали! Идете вы такие по улице с хорошим настроением в школу. Рядом с вами есть хорошая подруга, и вдруг, где-то в другом мире, без предупреждения, какая-то волшебница собирается произвести призыв героя в свою реальность. Но у нее случилась внештатная ситуация, и весь план был нарушен каплей крови, из-за которой парень Таичи Нишимура и девушка Рина Дзума были перенесены под чистой случайности фэнтези, где нет ничего из современных благ прошлой цивилизации, только выживание и хардкор по полной. Сразу же перед молодыми предстает первый враг, лошадка, на которой вряд ли удастся покататься, а вот получить от нее ответочку еще как можно. Благо, гибнуть при первом же сражении никому не пришлось. На помощь иноземцам пришли местные авантюристы, и под обратя душевный разъяснили новичкам всю базовую информацию, и бесплатно предложили ребятам отправиться с ними в город Азбай, что находится недалеко. В городе Жерин стоичи как раз смогут обжиться и найти работу для заработка. И куда же, как не в гильдию приключений, лучше всего податься? Разумеется, вариант же самый выигрышный. В гильдии зарплата, высокие медстраховка, идеальный старт. Но перед получением статуса авантюриста, главным героям потребуется показать через магический шар свои запасы сил. Если их будет недостаточно, то друзей на работу не примут. Впрочем, гагэшкам это не грозит. Их способности превзошли все ожидания, а потому в гильдию заявился сам владелец, подручный эльфийкой Мьор. Поводом для прихода столь важных гостей стали показатели магии Рин стоичи, и дабы не вовлекать в интересности посторонних, Мьор пригласила парня с девушкой в лес. Там-то и произойдет знакомство с той, кто расскажет поподробнее о всем положении школьников. Волшебная учительница Рэмия, могущественный маг, просит ребят пройти дополнительное обследование, которое окончательно подтвердило один факт. В телах Рин стоичи течет читерская кровь, и особенно она выражена у парня. Однако, если не пройти ряд тренировок, то их сила может стать фатальной не только для возможных врагов, но и для самих владельцев. Поэтому на какой-то период главных героев взяли под жесткое обучение, а также попутно раскрыли еще один секретик. Рэмия сообщает на ужине ученикам, что их пребывание в этом мире связано с призывом. Если Рэмия не ошибается, то Рин стоичи были вызваны исключительно одаренной заклинательницей. Если это правда, то по логике гости из иного мира могут попытаться найти человека, что их сюда призвал, и попросить вернуть их обратно. Но для начала следует обжиться в этом мире, чтобы иметь так называемую подушку безопасности. Хотя перед возвращением Вазбаи у Тейча в голове случилась завязка скорого знакомства с неизвестным голосом маленькой девочки. И что это было за видение, сейчас непонятно. Тем не менее, времени на разбирательство с магической шизой нет. Надо встраиваться в рабочую неделю и перейти к выполнению разнообразных заданий гильдии, одним из которых стало дело о краже урожая главной фермы города. Совместно же с началом миссии, в Вазбаи произошли некоторые изменения. Почти все продукты подорожали в несколько раз, а на улицах были замечены наемники, которые не побоялись напасти на главных героев. Очень удачно, кстати, что они попались как раз в руки Тейча, ведь его мастерство позволило взять одну из наемниц в заложнице. И пока в гильдии будут выбивать из нее информацию, Рин с парнем и бонусный Мьор продолжат расследование и побывают на ферме, откуда по слухам часто исчезает урожай. Правда, вместо обычных воришек, Тейча с девушками наткнулись на кое-что более масштабное. Монстра размером с дом, атаковавшим мигом авантюристов. К счастью, никто не пострадал, так как усилив свое тело, на тренированное ГГ быстренько положил чудище на лопатке. И казалось бы, угроза устранена, но реальное зло еще даже не сделало свой ход. Знакомьтесь, ни разу не подозрительный паренек-фермер по имени Касим был выявлен как враг из-за анализа мягкой ладошки. Ведь у людей, занимающихся ремеслом, руки должны быть черствыми, а у Касима кожа мягенькая и гладкая, подозрительная. И узрев истину, Касим закрыл представление и показал свое внутреннее «я». Вызвал в подкрепление свою зловещую напарницу Грамми, вставшую на бой против Ринц Мьор, покуда Таичи по-мужски будет разбираться с подготовившим сюрприз в виде огромного призванного элементаря Касимом, который действительно неожиданно реально победил. Да, имея читерские навыки, Таичи все равно умудрился смачно опозориться, подвергнув подруг опасности. Но, само собой, куда же без внезапного пришествия спасительницы. Тот же голос, что однажды уже появлялся в голове у ГГ, снова вышел на связь, и неизвестный, а то ли богиня, то ли просто дух, дал Таичи второе дыхание, уничтожившее все на своем пути, и оставив убегающего Касима без руки. Впрочем, сам Таичи тоже не смог избежать наказания, и за использование секретной техники он был отправлен в недельный оздоровительный сон. Тем же временем в городе продолжаются интрижки, и пока ГГ спал, внутри Асбая некий Лодра, человек с высоким положением, вместе с командой Касима подготавливает план атаки на город, ради наглядного тестирования человека из другого мира. Верно, слухи про Ринстейчи дошли и до сомнительных личностей, которым не терпится узнать, на что способны люди, прошедшие через Исикай. Иронично, что скорая встреча с громадным количеством неприятностей сглаживается знакомством с бывшей убийцей зеленого волоса Анастасии. Девушка, что пыталась покончить с главными героями, отныне стала их союзницей. Хотя, прибавление войска добра быстро оморочилось. Похищением Мьор солдатами Лодры, мужик активно предпринимает подрывную деятельность в Асбая, и через пару дней случится его основное выступление. Лодра подготовил армию, состоящую из разных тварей, но удивительно тут не число вражеское, а мотив. Лодра в самом деле готов поставить и на кон целый город ради экзамена силы для двух человек. И то, что он смог задействовать не только монстров, но и других людей, наемников, даже юных магов для своих целей, действительно поражает воображение. Благо Тейч успешно справляется с трудностями. Он выводит из строя попадающих к нему на глаза монстров, ну и мирно договаривается с заклинателями-близнецами, не забыв попросить их перейти на его сторону. И все же, темпы роста опасной стычки на поверхности рядом с городом, действия ГГ никак не меняют. Лодра продумался до мелочей, и в масштабное сражение людям с зачарованными монстрами все равно пришлось вступить. И силы чудищ несомненно страшны, их разум может и не отличается умом, но численность превосходящая людей играет им на пользу. Хотя, что я тут распинаюсь? Все эти преимущества разбились в пух и в прах при появлении ГГ. Он с усилением спокойно справился с большей частью препятствий, однако у Лодры тоже был козырь в рукаве, и перед Тейч вылез из-под земли дракон. Вообще, очень редкое создание, и как его удалось подчинить, загадка. Во всяком случае, не до вопросов сейчас. Ведь с драконом сражаться сложно даже главному герою. А тут еще под руку приходит недавно вставшая на правильный путь жизни Настенька. Мешается она не то слово. Вон аж не смогла вернуться от атаки и... Померла. Вот такая новость. Читер на главном герое не смог банально защитить рядом стоящую подругу. И кто он после этого с его силой? Естественно, Таичи впадает в отчаяние. И назов о чуде опять снисходит она. Дух, именуемый Айрилл. Божественное создание сразу просит прощения. Она совсем забыла поведать герою о специальном контракте, чтобы духовная сила гармонично проходила между телами двух партнеров. И если бы Айрилл напомнила бы Таичи о себе раньше, то, возможно, Настя могла бы избежать смерти. Хотя пусть слияние произойдет позднее, нежели никогда. И заключив контракт с духом, ГГ, ощутимо поднявшись по статам, разогнал все войско лодры и завоевал победу для городка людей. Между тем, теневая рука руководства самого предателя ни капельки не разочарована поражением. Напротив, сценарий теневой организации полностью соответствует плану неназванной королевы. И не успев дать передохнуть от предыдущих проблем, у героя Фринстаичи возникли новые трудности. Теперь их сила, как оружие массового поражения, доказанное в недавней битве за город, пригодилась самому владельцу королевства Алстейн, мужчине по имени Гилмар. И по срочному поручению, ГГшки предстали перед королем и принцессой Шарлоттой в замке. Ситуация крайне тяжелая. Да более печальная традиция борьбы за власть. Вот из-за чего Таичи с подругой были приглашены. У короля Гилмара есть младший брат Дорте, завистник и претендент на трон. Так этот товарищ мало того, что втайне собрал вокруг себя друзей-пособников для государственного переворота, так вдобавок собрался объявить войну старшему брату. Крови от армии братьев может быть пролито слишком много, и поэтому принцесса Шарлотта, умная девушка на заметку, предложила отцу силы наших кандидатов. И если у вас возник такой смущающий вопрос, откуда Шарлотта вообще знает про Рин Стаичи, то, скажем так, Шарлотта сама их и призвала. Ее магия, активируемая за жизнь лишь раз, должна была перенести в мир непобедимого воина по строго заданным характеристикам. Но из-за нападения наемников нарушения заклинания в фэнтези попали два школьника. Один невероятно сильный, другая тоже имеющая таланты, но послабее. И к этим сведениям добавляется факт. Вернуть обратно домой главных героев Шарлотта не может. Попытка была одна, и она потрачена. Так что у ребят выбора не остается. Надо помогать Шарлотте с ее папой защищать эти земли, а позже, если уж постараться, найдется и способ возвращения на родину в Японию. Что же до нынешней вероятной войны, то тут все развивается гораздо быстрее. По другую сторону баррикад у младшего брата творятся всякого рода предательства. Одни хотят помочь Дорте достигнуть победы любыми способами, другие нет, из-за чего конфликты в их и без того не внушающий страх армии происходят день за днем. Хотя это скорее плюс, ведь у Таичи в запасе есть время на отдых. Однако его, к сожалению, прерывают. Касим с рукой на пару устал от постоянно счастливой улыбочки на лице ГГ, и без какого-либо подвоха вызвал парня на честную дуэль. Прикол заключается в том, что при помощи определенного артефакта, силы двух дуэлянтов уравняются до максимальной справедливости. И если Касим выиграет, то он наконец-то сможет избавиться от мерзкого чувства зависти. Его прям вымораживает само существование Таичи и то, как он легко обретает новые способности. Впрочем, зря он думает, что сила пришла к Таичи без труда. У героя тоже были свои сложности в обучении и становлении тем, кем он по итогу является. Да, судьбы у парней разнятся кардинально, но в чем они оба похожи, так это в упорстве. И приняв этот факт, Касим проигрывает. Проигрывает с достоинством и уважением к врагу. Ибо они оба отдали почти все свое время на тренировки ради себя и близких. Жаль только, что Касим не захотел стать полноправным союзником Таичи с Рин. Его умения не были бы лишними. Тем более, когда на горизонте маячит следующая фаза войны братьев. Дорте с советником и приближенными генералами собрали итоговую армию для удара в лоб по силам реагирования королевства. В ход задействованы как обычные воины, так и маги с наемниками. А Таичи, минуя все поле сражения, прилетает и на разговоры лично с Дорте. Вдруг удастся его переубедить, тогда и массовых жертв среди солдат получится избежать. Впрочем, мирного решения не будет. Дорте рожден для престола, и мания величия сломала мужику голову. Сломать смог еще и его советник, тайно работающий на теневую организацию. Он, помимо и так во всю идущей войне, сообразил себе выплеск черной магии наружу и создал из погибших бойцов что-то вроде яростых зомби. И разумеется, в планы Дорта это не входило. Хотя, какая разница, если теперь все враги и враги врагов должны встать плечом к плечу против мертвой армии? Последний раз, что интересно, похожее заклинание было задействовано в период кровавой рапсудии. В те дни от восставших из мертвых погибло ни одно поселение и ни один город. К радости же в наше время у фэнтези мира есть Таичи и его связь с Айрил. Она, убедившись в глобальности темной магии, попросила парня приготовиться к новым ощущениям. И переродившись в свое реальное взрослое тело, Айрил влила в ГГ еще более объемную по количеству жизненную силу, вследствие чего выпущенная на свет энергия разорвала крепкую основу воскрешающего кольца и уничтожила как само заклинание, так и его обезумевшего и потерявшего человеческий облик создателя. Как итог, победа достается армии короля, его младшего брата закрывают в смертельной тюрьме, а Таичи и Сарин останутся в этом мире еще на какой-то срок, и скорее всего в продолжении встретятся с той личностью, за которой и стоит весь сценарий истории, темной королевой. Конец первого сезона! Ну и пару слов напоследок. Аниме Макчитер из другого мира это опять типичная фэнтези, такая золотая середина, проверенная временем. Однако именно историю читера мне было смотреть интереснее, нежели предыдущий сюжет о парне с гаремом, так как у Таичи получилось создать огромное количество экшена, беспрерывные бои, сражения, дуэли. Это в любом случае смотреть приятно. Плюс в этом аниме даже кто-то умер, и на самом деле для Исикаев это редкость, когда у главного героя не получается спасти всех и вся, и за это респект. Поэтому и оценка будет чуть выше, чем у конкурентов. Я поставил что-то в районе 5,5 или скорее 6 баллов. А на этом у меня сегодня все. Всем огромное спасибо за просмотр, и скоро увидимся. Пока-пока!